Приветствую всех, кто смотрит это код, это Сёгун 2 Total War. Я хотел записать гайд по строительству Сёгун 2 Total War, аналогичный такому же, как я сделал, по Атилле. Но потом внезапно столкнулся с такой проблемой, что специфика игры такова, что чтобы написать гайд по строительству всеобъемлющему, мне нужно описать вообще всю-всю-всю на свете стратегию этой игры, и это, ну, пока что для меня непосильная задача. Это очень долго, муторно, и ролик растянется на час, наверное, или больше. Поэтому я взял задачу себе поменьше. Как вы поняли из названия, гайд этот такой своеобразный будет о том, как зарабатывать деньги в Сёгун 2. Не секрет, что меня очень лично бесит такой эксплойт. Ну, давайте я здесь заключу с кем-нибудь мир, если это можно сделать, конечно, и покажу. Наверное, нельзя ни с кем метод заключить, но не суть. Не ждите, что вам предложат чаю. Чай для друзей. Итак, говорите. В начале игры можно продавать право прохода. То есть вы продаете там 20 ходов и выманиваете у него деньги за это дело. Делаете выплату, требовать там. Можно там довольно значительные суммы забирать. В начале хода, когда у вас отношения неплохие, хода, говорю, в начале компании. Я это категорически не приемлю. Вот такие вот вливания, так сказать, инвестиций в никуда. Я считаю, что это очень злобный такой эксплойт стратегический. И если так играть, то, конечно, можно и на легенде выигрывать. Но на стратегии только так и тащит. Я считаю, что честным путем зарабатывать деньги в Сёгун 2 можно и нужно на легендарном, на последнем уровне сложности. И сейчас я расскажу, как это делается. Значит, во-первых, деньги в Сёгуне зарабатываются с построек, понятное дело. Первое, что дают деньги, это рисовые поля. Вот эти вот наши сельское хозяйство. В каждой провинции есть рисовые поля. И если навести мышкой на него, то вот здесь вот слева, здесь будет написано, какая плодородная почва или не очень. Если сравнить плодородную почву, 1938 монеток, например, укропнение участков производит, и, например, какую-нибудь обычную почву, эти 1300. То есть разница видна невооруженным взглядом. Получается, что в этой провинции у вас просто тупо денег меньше сельского хозяйства. Соответственно, когда у вас вычитается налоговая ставка, она сейчас у меня состоит 18%. И вот из всех вот этих вот денег, которые, благосостояние 1628 рублей, я получаю на 18% налоговой ставки, это средняя налогия, всего лишь 289 рублей. Если я повышаю, то получается до максимального, получается 427 рубликов. Ну, коку, вообще-то. Но я буду говорить о рублей, так смешнее. Да, сразу скажу про игру налогов. То есть, в принципе, если у вас нигде нету моргающих красных вот таких вот полей, как у меня сейчас нигде нету, у меня просто красненькие они, то вы можете повышать налог, на следующий ход опять понижать, потом опять повышать, опять понижать, и так вот через ход играть налогами, получать бабки на развитие. Игра налогами – это классическая такая штуковина легальная, все гоню, которой вы можете заниматься. Но при захвате новых поселений, соответственно, у вас будет порядок довольно противный в новых захваченных поселениях. И при повышении налога некоторые провинции у вас будут моргать красным, что значит, у вас появится восстание. Поэтому в таких провинциях лучше всего налог на ход на 2 отключать. Таким образом он становится черным. Вот, например, по-моему, вот здесь как раз у меня именно такая ситуация. Сейчас, может быть, я даже и покажу, как это происходит. Да, видите, она моргает. То есть, если я оставлю большой налог, даже если маленький оставлю, да, но иногда только на большом. Если я оставлю налог большой, то у меня будет восстание в следующий ход. Поэтому я так делать не буду. Вот, по игре налогов я сказал, это, пожалуй, основное. И это повышает налоговую ставку, вот эту самую налоговую ставку. Вот, но как получить именно базовое благосостояние провинции? Сейчас я вам расскажу. Это относится напрямую к строительству. Во-первых, конечно же, это укропнение участков, то есть плодородная почва там вам нужна. В этих провинциях вы получаете больше денег для того, чтобы построить правильные поля. Это нужно вот эти технологии изучать. Это вообще, я считаю, самые первые технологии, которые вам нужно изучать, по крайней мере, вот досюда. Вот, дальше уже там по обстоятельствам. Об этом, может быть, отдельное видео сделаю. Как там что изобретать. Далее, в этих вот самых провинциях, где у вас плодородная почва, вам нужны, как правило, три постройки. Это самый первый, это рынок. Потом трактир. Ну и, соответственно, трактир можно повышать до упора, потому что он никаких дебафов не дает, видите? Он дает только наоборот уровень довольства в провинции. Ну и до кучи еще можно поставить какой-нибудь храм, но это опционально, он денег не дает. Он только ускоряет развитие ки-пути. А здесь уже, соответственно, в технологиях вы можете дальше получить какие-то бонусы по экономике. Поэтому рынок и преступное сообщество. Но это еще не все. Есть еще специализированные постройки, которые зависят как от ресурсов, так и просто от ремесел, которые находятся в провинциях. Например, вот здесь у меня не показывается, что у меня здесь есть мастерская броника, а она и есть, и такие же есть всякие штуки-дрюки. Например, хотя, наверное, все остальное показывается, да? Нет, вот, например, гостиница тоже не показывается, она, правда, денег не дает. Ладно, не суть. Короче говоря, развитие вот этих вот... А, я знаю, я знаю, что, я знаю, что. Вот, итига. Видите, логово пиратов. Это изначально торговая колония, склады, которые дают вам доход от торговли процент. Их можно тоже развивать, получать денежку. Вот, таким образом, получать еще благосостояние провинции, повышать через торговлю. То есть, вот этот второй пункт. То есть, вы его тоже можете повышать. Ну, я считаю, что это не сильно важно. Вот эти вот логовы пиратов в провинциях, где у вас плодородие не богатое. Потому что, в целом, вы все равно быстро по провинции не раскачаете. В первую очередь, нужно, конечно, следить за провинциями, где у вас плодородная почва. Вот, также очень-очень-очень богатые провинции. Это провинции вот с золотом. Если вы их захватываете, то, соответственно, вы вот это вот самое золото... Кстати, вот как раз оно и не отображается. Да, оно на карте не отображается. Золото, это вот на вот этом острове есть. Оно очень-очень-очень богатое провинции. Это, пожалуй, одна из самых провинций богатых, пожалуй, несмотря на то, что здесь вообще не плодородная почва. И на даже укропнение участков это даже меньше тысячи дает. Но, тем не менее, вы здесь ставите рынок, ставите преступное сообщество и полный вперед. Также золото у нас вот здесь. Вот оно в Идзу. Это надо все знать и стараться, если вы за какую-то фракцию, которая рядышком находится, побыстрее все это дело захватить. Правда, строится это очень долго. И золото еще где-то здесь. Здесь, по-моему, в этой кампании я его не захватил. Вот он. Кстати, можно это же посмотреть на карте, да? То есть, вот золото. Получается, больше я, наверное, золота нигде и... По-моему, вот три всего на карте. Вот. Также очень богатые провинции вот эти, где есть склад контрабанды. Я считаю, что ветку по ниндзюкам можно строить именно в склад контрабанды, потому что школа ниндзя, она дает какую-то фигню. Опыт там, кисю ниндзя, которых вы будете за игру, если вы вообще будете их использовать, там, скорее всего, одного-два. Вот поэтому качаетесь в склад контрабанды деревья, барукамин. И это дает аж 1250. Если посмотреть по табличке, то Оми это самая сейчас на данный момент у меня богатая провинция, потому что вот эта штуковина дает тысячу, а здесь у меня очень плодородная почва, что дает 2907. То есть, это же больше, чем садо, где у меня золото. Чисто за счет именно земледелия Оми самая богатая провинция вообще в моей империи. Также Идзу, третье место занимает, опять же, золото, как вы видите. Ики, там где тоже деревня барукамин, но я еще склад контрабанды не построил. Поэтому, ну и тут еще можно преступное сообщество увеличить. И как раз вот в этих вот самых богатых провинциях можно отстраивать дальше рынок до более высоких ступеней. То есть, рисовые биржи для торговцев. Что плохо в этих рисовых биржах для торговцев, то, что они жрут продовольствие. А продовольствие у нас жрет еще что? Еще замки жрут, крепости, которые увеличивают, собственно, вот эти вот ячейки. Поэтому тут надо очень аккуратно, чтобы в минус не уйти. Я всегда стараюсь, чтобы у меня слишком много лишнего продовольствия не было. Держу там в пределах одного-двух. Лучше, да, небольшой запас держать, потому что может кто-то прийти, вам разграбить поля там и будет неприятно. Вот. Поэтому рынки рисовые биржи я стараюсь, в принципе, не строить. Но строю только там, где, ну, действительно, как бы, общее благосостояние можно повысить. И, соответственно, вот эти проценты налоговой ставки наложить на вот это вот благосостояние. Вот на эту строчку. И тогда у вас общее количество доходов увеличится. Что еще можно сделать? Вот это агенты Мацуки. Агентов Мацуки я уже на, ну, вот, в прохождении, даже на стриме, по-моему, и в прохождении записи объяснял, что делает Мацуки. Когда вы Мацуки прокачиваете вот в эту ветку, это хитрость наблюдения за городами. Это вот здесь и вот здесь. Аж три штуки. Вот. То у вас увеличивается, опять же, эта самая налоговая ставка. Смотрите, вот здесь вот 2,873. Сейчас у меня налог идет, налоговая ставка средняя, но здесь она 43% аж, представляете? И из этого, вот, если все наводите, вот в списке видно влияние персонажей 66%. Административные издержки, правда, большие, но это потому, что у меня уже империя огромная. Кстати, самые административные издержки, по-моему, можно уменьшить какими-то технологиями. Все, я не ошибаюсь. Ну, не суть. Вот здесь, кстати, тоже технология всякие есть, которые увеличивают налоговую ставку. Очень приятная вещь. Поэтому Мацуки в самых дорогих городах это очень приятный бонус, я считаю. Ну, самых дорогих, как сказать правильно, в самых городах с самым высоким благосостоянием. То есть я вот старался их пихать, правда, их убивают периодически. Поэтому, например, здесь у меня сейчас нету, но у меня уже конец компании, так что мне наплевать. Вот здесь у меня вот сидит Мацука, видите? Вот он как раз повышает. О, у него еще и повышение. В доступных спутниках тоже можно хитрость за наблюдения за городами выбирать, если это возможности есть. Здесь я уже по максимуму все взял. Здесь уже на самом деле наплевать. Вот, что там убрать, я не знаю. Ну, это рандом, конечно, но все равно, если есть возможность взять еще больше хитрость за наблюдения за городами, то есть вы налоговую ставку увеличите и просто с одного города еще больше денег выкачаете. Именно вот через налоговую ставку, даже при обычных средних налогах. В принципе, по деньгам, казалось бы, все. Есть еще торговые фактории, но пройдя вот сколько, 4 или сколько я прошел, 5 компаний. За Сегунов на легенде с вызовами война со всеми, то есть с очень жесткими вызовами, я понял, что вот эти вот торговые фактории, они себя практически не окупают. Они только жрут ваше время и ваши нервы. Потому что если вы даже сюда загоните полный торговый флот, здесь всегда будут гонять какие-то флоты. Один у вас разобьется, другой разобьется. Иногда они могут там толпой напасть. Короче, это очень все неприятно. Война за эти торговые фактории идет постоянная, плюс искусственный интеллект очень любит блокировать ваши порты. Он просто закрывает и вся торговля падает. А соответственно, любой ход простое, это сразу минус, даже ваш флот иногда не окупается. Поэтому, что я рекомендую делать, это захватывать вот эти вот торговые фактории для денег именно только тогда, когда у вас уже появились вот эти корабли красной печати. Когда вы полный стэк 10 кораблей можете сделать, корабли красной печати, тогда он стоит дольше. И когда вы ваш порт, в который у вас торговый путь пройдет, можете контролировать очень сильным флотом. Действительно сильным флотом. То есть там 10 кораблей мощных, когда никто нахрен не подплывет даже близко. Тогда вы сэкономите себе время в первую очередь. Ну и заработаете немножко денег. Но, опять же, надо считать. То есть надо считать. Мне кажется, что даже в этом случае очень тяжело будет это все дело окупить. Надо смотреть, чтобы ваш флот просто тупо не стоил дороже, чем все эти торговые пути. А что делать с ними в принципе? Вот эти вот ресурсы, они же не просто так. То есть хлопок, шелк-сырец, благовоние и еще благовоние. Во-первых, вы можете, если вы не воюете со всеми, ими торговать. Кстати, самый ресурс, который чаще всего покупают с удовольствием, это кони. Коняшки они вообще все любят. Но этими штуками вы тоже можете торговать через дипломатию. И, соответственно, я практически всегда воюю со всеми, так что это для меня не является приоритетом. Но вы можете, да, получать еще какие-то деньги от торговли. Но, как мне писал один великий стратег, не зависит от торговли, развивай производство. Так вот, вот эти вот все ресурсы, они нужны для того, чтобы строить уникальные постройки. Например, видите, квартал Мидзю Сибай. Квартал Мидзю Сибай. Это такая штуковина, до которой многие не доживают, да? Квартал Мидзю Сибай. Это самый последний уровень, самый последний уровень этого самого, вот он, трактира. И вот ее особенность, что ему нужен шелк-срец. То есть вы в тот момент, когда вы будете готовы заказать этот самый квартал, просто захватываете хлопок, там можете даже одну торговую факторию, ну, факторию, один торговый кораблик там поставить. А, не шелк-срец, не хлопок, а шелк-срец. Вот это вот, да. Вот единственная точка торговли с Китайской империей. Вот сюда вот вам нужно пригнать флот, забрать хотя бы на один ход. Даже не один ход, а просто вот в текущем ходу получить этот торговый путь одним-единственным торговым кораблем, маленьким. И заказать вот это вот, у вас должно быть достаточно денег в казне, заказать этот самый квартал Мидзю Сибай. И когда у вас он достроится, вы сможете нанимать гейш. То есть, вот эти позволяют нанимать гейш уровня 1. Это самый лучший убийца в игре. Вот. Ну и плюс ролики веселые и так далее. Ну и такие же приколы с остальными, вот с хлопками, с благовониями. Например, многие легендарные постройки. Вот требует тоже этот шелк-срец, пожалуйста. Что там еще? Я делал гайдик по деньгам, а в итоге я все равно про постройки говорю, да? Так, что еще у меня тут есть? Подожди. Региональная школа Канзюксу, да, вот она. Вот. А, ну здесь железо надо, бог с ним. Для храмового комплекса, по-моему, знаменитый храм. Знаменитый храм. Для знаменитого храма, видите, благовония нужны. Вот. Ну и для чего-то там еще нужно... Нужен хлопок, да. Не помню, для чего, неважно. Вот. Поэтому по деньгам это я все сказал. Немножечко по ресурсам. Если есть какие-то конкретные вопросы по Сёгану или идее, о чем конкретно еще можно сделать коротенький ролик, пожалуйста, пишите в комментариях. Я думаю поставить производство таких коротеньких полезных роликов на поток. Всем пока. Гл-код, лайк, подписка. Все дела.